территориалы о Молдове. Он стал первым за много лет президентом, избранным в ходе всеобщего голосования. Ранее главу республики избирал парламент. Президент США Барак Обама подписал оборонный бюджет на будущий год. Из общей суммы на помощь Украине в нем предусмотрены 330 миллионов долларов. Документ предполагает выделение нашей стране средств для обеспечения безопасности, в том числе летального оборонного вооружения. Расширяется перечень видов помощи. В него добавлены средства технической поддержки для разработки системы мониторинга границ Украины и помощь в подготовке штабных офицеров и высшего командования вооруженных сил нашей страны. С лета будущего года в Украине полноценно заработает дорожная полиция. Об этом заявил замглавы нацполиции Константин Бушуев. Главным участком ее работы станут трассы международного и национального значения. По его словам, основной обязанностью сотрудников будет обеспечение безопасности на дорогах. Кроме того, будут реагировать на другие преступления на участке патрулирования. Для запуска дорожной полиции планируется привлечь более двух с половиной тысяч сотрудников. Формирование дорожной полиции пройдет в два этапа и должно будет завершиться через год. В этой небольшой мастерской на юге колумбийской столицы Дилия Акасас дарит игрушкам вторую жизнь. Но пупсов и плюшевых зверей сюда скорее отдают не в ремонт, а на госпитализацию. Дилия называет это место национальной клиникой для игрушек. Надев белый халат и вооружившись инструментами, она чинит любимые куклы своих клиентов. Говорит, помогает оживить не столько сами игрушки, сколько дорогие воспоминания. Люди просят отремонтировать игрушки, потому что они представляют ценность для семьи. К ним привязаны, и это всегда что-то значит. Например, это подарок отца, которого уже нет в живых. То есть с куклами связаны самые ценные воспоминания людей в целом – и детей, и взрослых. Дилия Акасас – домохозяйка. Основала кукольный госпиталь 40 лет назад. Рассказывает, что муж был против, зато брат поддержал. У каждого пациента своя медицинская карта. В них указаны самые разные причины госпитализации. От поломки механизма и выпадения волос до потери глаз, переломов конечностей и лицевых травм. Большинство больных проводят в стационаре по несколько дней. Но некоторым требуется более длительное лечение. Дилия предлагает игрушкам не только принять ванну и пройти процедуру глубокой чистки. Она также оказывает офтермологические услуги, делает пластические операции и подрабатывает визажистам. При этом, как правило, под Новый год пациентов больше. Гроссиела отдавала в ремонт своего Санта-Клауса. Надеясь, что эта игрушка останется как память о ней. «Кукла отремонтирована, и для меня это большая радость. То есть, она будет служить даже после того, как мои дети попрощаются со мной. Они будут хранить эту память». В среднем, услуги по лечению кукол стоят от 6 до 166 долларов. Продолжение следует...